заходи ко мне ларин кошка заебала мяукать ну блять ее короче это ее кроет немножко и сюда кошак тихо 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 развлекай меня ларин обезьянка цифровая нахуй иди пидорас и с этим комментарием я абсолютно блять точно заявляю вам что я не буду читать бесплатный чат можете съемок общайтесь между собой нахуй идите серьезно мне такие пидорасы в чате не нужны все чат закрывается просто слушать почитывать буду но отвечать нихуя ну как бы это постоянно длится и это просто говорит а интеллектуальном уровне человека мне абсолютно это не бомбит просто когда ты читаешь там комментариев 10 такого толка то ты уже начинаешь подряд ну естественно не под ёб твою мать не подряд вопросы от дегенератов вопросы вот почему вопросы в платном чате они вменяемые те на которых хочется отвечать богатые люди давайте блять не говорить что богатые люди они типа умнее ну может быть но типа я знаю огромное количество не очень успешных и денежных людей которые с которым дико интересно общаться но блять зажать 150 рублей чтобы отсеяться от людей которые пишут хуйню вроде этой да ну это не сложно возможно чтобы у вас не было такого диссонанса offline читает только платно и вообще нахуй не буду отвечать просто донаты оставлю на вопросы буду на ну это в перспективе так дим не хочешь ты создать мемный паблик у хованского овсянка сэр там да не кашинс 4fh они на этом хайпе да ладно мне свой контент бы делать понимаешь у меня мало что делегировано как на тебя повлияла работа спасибо кстати да дендер за 150 рубалов конька отправил 400 шекелей как на тебя повлияла работа на мед.фм правда что раньше с хованским вы именно там засрались хотел бы еще вещать ты в фартуке напомнил филте фрэнка да филте фрэнк прикольный чел радио мед.фм это очень крутой опыт крутой институт для меня радиовещание и придерживание приз принципа там три секунды паузы это типа провал ты должен говорить постоянно то есть мозги должны шевелиться быстро ты не должен быть поля прикольно ребята да как сегодня не прошел выдавлять мысли на темы которые задвигают люди а люди там были кстати я скажу вам очень нихуевые аудитория была классная серьезно они задавали интересные вопросы но недаром на мед.фм был такой персонаж но сейчас есть наверное убер маргинал там все затерли про психологию но перемешанную с оценки фильма зеленый слоник ну такой забавный формат был так что так что это классный был опыт сейчас трансляции я заменяю вот такими стримами чтобы там потоковая речь все такое я не особенно много с кем общаюсь хотя нет вру последнее время я нашел классных единомышленников они не медийные это не какие-то там коллаборации как знаете всяких пидорасов которые живут в одном пузыре обычные чуваки так дружить за хайп это вообще полный блять зашквар полнейший но сука полнейший понятно что тебе да ёб твою мать кошак понятно что тебе будет это выгодно с точки зрения там какого-то фейма хайпа но ёб твою мать мы разные люди мы все разные и я не думаю что вот есть просто например пять миллионников до людей 5 миллионников и они могут дружить в принципе потому что я считаю что найти друга надо проверить не пять человек ну блять а может быть 500 как вам такое чтобы найти человека с которой ты был бы на одной волне иначе это не дружба прятствия хуйня и то есть соответственно набираешь людей своим софт тут и блять раз уж и граждан нет я верю что у них всех одни интересы но либо а они не полностью на одной волне либо они блять интересно столько уебища чтобы быть на одной волне касательно там ну каких-то омерзительных вещей не так сложно так вот да 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 он собирался по корешей из фейм туз я говорю не конкретном человеке вообще в целом ну то есть тусовки молодых креативных ребят что блять сложного в том чтобы создать ситуацию для съемки где ты посадил всех своих друзяшек миллионников и они закрытыми глазами через коробки трог через коробку трогают хуй вот это называется обезьянки вот это называется говорящие обезьянки коробка за 0 рублей студия за полторы тысячи рублей в час и блять камера дырка в коробке и фалос который у тебя наверняка есть может долбишься в жопу ну типа вот это ебать как бы классно вот это интертейнмент 21 века вот это как бы россия россия блять развлекается просто заебись я просто блять в восторге так все за просто дим не стоит ли стоит ли идти войти индустрию мне нравится робототехники вся херня но не знаю стоит их хер знает я не знаю чуть там голове понимаешь я недавно общался с чуваком с чуваком из контакта если познакомился на улице он просто проходил мимо зингера пожалуй руку говорит типа вся такая фигня ну поболтали классный парень занимается разработкой так не буду говорить чего мало ли будут проблемы но это реально сложная хуйня просто поверьте мне то что он делает это реально сложная хуйня я чувствую себя просто дебилом по сравнению с ним и ну пиздец короче ему так мало лет что вы даже представьте не может это переворачивает короче поэтому да и он довольно своей работой все классно посмотри уже ровану танцпол блять да не хочу ровану смотреть ёптайте рована в двадцать первом веке когда жанр туми умер рована это же не в черниках да да нахуй надо типа психеи да ёб твою мать этот жанр умер он не интересен никому вообще если не читают там только какой нибудь блять играем не знаю не буду смотреть клип неинтересно я могу без звука включить давай я включу рована без звука вот серьезно это это вечерникова да если другая группа я дико извиняюсь вот так 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 значит мы блять как не хочу это включать пишите свои вопросы в донат чат мы обязательно ответим может там не такой один день 350 косарей просмотров так звук нахуй выключается просто геноцид звука ну хорошо давайте давайте я отмажусь так чтобы я не был типа снобом и пидорасом я буду оценивать клип меня попросили оценить клип я буду оценивать клип окей я не хочу звук слушать потому что это будет отвлекать меня я даже выключу соответственно я просто выключу даже аудиоподложку ну и послушаю посмотрю с радостью клип рована даже поставлю рейтинг ёб твою мать 4к ребята я аплодирую это уже плюс сразу плюс я как бы я объективный понимаете стоит я критика мне надо быть класс сняли в 4к у меня были идеи снимать 4к в принципе некоторые фрагменты были сняты в 4к чтобы сделать ну вот да в принципе эстетика была безумный марс всем и начали качать так далее стимпанк первая мысль который проходит чуваки поддавшуюся фильм фильму безумный марс с тем с тем парнем у которого из гитары летела пламени типа подрезали стимпанк концепцию включили огонь яркие яркие блять лампочки подкрутили триммер и начали качать окей пока что все все оригинально не но это в жанре это нормально снят я уже вижу что блять да и динамика тут какая-то игра параллельно идет выступление но и это стори тэллер мы видим стори тэллер и выступление яркое сильное выступление формате жанра хорошо цвета кор необычные больше к такому как называется морская волна популярный сейчас цвет ну и типа красный хорошее сочетание нормальный лук тэллер необычный больше к такому как называется морская волна популярный сейчас цвет ну и типа красный хорошее сочетание нормальный лук нашли все крупнички блять как у линча пиздато но это блять было лишнее либо макияж так себе много человеческих цветов понимаете то есть рот красненький живой потому что коровушка кровь с молоком как известно у никита черникова выделяется если ты делаешь белый и хочешь выглядеть не как театрал это театральный грим то что нанесено на никите то соответственно тебе надо либо делать черным еще зубы блять там отбиливать все либо делать что проще и мы видим свет который слишком ярко сделок сделан контрастно я просто буду разбирать как технику кей час не паша техника в принципе мы видим что источник света он прямо над ебалом никита слишком палец и еслиешь хоррор так не надо никита продолжает читать свой текст человеку который был прикован ведет вас за собой так секундочку секундочку кто-то может объяснить почему он читает перед голыми людьми ну если это реально попытка создать вселенную попытка подрезать вселенную безумного макса то так себе потому что надо было больше докручивать эстетики тогда уже в во время читки чуть не сказал пение да и соответственно это выглядело бы не как в клубе собрали собрались ряженые музыканты а зрители чем-то разделись ну то есть оборудование да вы видите электрическая то есть чтобы создать такую атмосферу нужно огонь реально как у хаски просто заебаться на этом уровне да это сложно это опасно и башки огонь тут лампочки то есть постапокалипсисе в постапокалипсисе в котором победил стимпанк лампочки не будет на концерте там огонь будет и башь но мукой м стоит или разворачиваться тухленько то есть он просто идет за ним просто идет а тот читает ну то есть не было ни новых локаций ничего не особенно захватывает но это было да блять по образом нормально вот так мне понравилось но это было да но он просто идет тот пытается открыть двери Ну вот скучно, а эти чуваки просто читают Он просто идёт, а они просто читают Он просто идёт, а они просто играют Он просто идёт, а они просто играют в эстетике недокрученной Окей, образы прискакивают, ладно Но это как музей эмоций, блять Ну то есть по музее эмоций, кто если ходил Тот, в общем-то, примерно представляет, что за говно Если ты просто апокалиптическом Типа каком-то бункере, а не в музее эмоций То у тебя немножко по-другому Ну, они играют Он просто идёт, а они просто играют в эстетике недокрученной Окей, образы прискакивают, ладно Но это как музей эмоций, блять Ну то есть, по музее эмоций, кто если ходил Тот, в общем-то, примерно представляет, что за говно Если ты просто апокалиптическом Типа, каком-то бункере, а не В музее эмоций, то у тебя немножко по-другому Ну Строения должны происходить Ну вы понимаете, о чём я Не украшенные стены Объёбанная какая-то хуйня Ну не все образы хорошие, как мы понимаем, да Типа, нахуй они выстроились Типа, вот сейчас я понимаю, что они Просто выстроились, как в музее эмоций Потому как Первый образ был сильный, потому что он был необычный Дальше, я думаю, будет какое-то действие, кроме того, что Человек просто идёт и показывает образы Смотри, каких актёров мы поставили Здесь без заменений, блять Ну как мы видим, да, какая здесь дуальность Человек ведёт, стритейлер и это Может быть, есть какой-то смысл В словах, которые доносит Но слова ты передаёшь На аудиальном уровне Вот здесь было, по-моему, прикольно что-то Оп, да Ну хотя, склеечка, конечно, такая Но я первый раз не заметил склейки Я вот скажу, что склейку, да Здесь, короче, почему склейки не было? Потому что, оп, смотри Оп, замедление кадров, потому что Произошло слайд-шоу в каком-то моменте Потому что, если бы он сделал быстро так, как снял То Никита читал бы не в, соответственно, бит Ну, я уже разбираю то, как монтажёр делал Привет, чувак, я как бы врубился в эту вещь Вот это прикольный момент Потому что здесь происходит взаимодействие с реальностью А как и было первое взаимодействие с реальностью Нелинейный типа панчлайн В моменте с девушкой и ребёнком Но, в целом, нихуя не нивелирует В целом, линейность всей этой истории Причём, ну, по секундочку Почему-то, да, вот вы можете обратить внимание Что лицо-то покрашено у Никиты достаточно плотно А краски не хватило на шею Вот мы видим, да, что он на шее у него Ну, блядь, ну, недоработано Серьёзно, эту хуйню можно было докрутить И сделать безумно крутой шляпой Просто крутым говном это можно сделать Ну, образом, ну, окей, ну, блядь, музей эмоций Ну, ладно, бутылка, как бы, с кровью Ну, всё по-детски выглядит Чё происходит Идея нихуя не докручена Поэтому я бы поставил дизлой с Карели Или просто ушёл Ну, досмотрев, естественно Сейчас очень подряжёнки такие идеи Так, Сиджай, боже мой Так, портал, хорошо Может быть, сейчас что-то произойдёт такое Что я скажу, я беру все свои слова назад Просто гениально Что-что? Секундочку А, там, то есть, концерт происходит, да? То есть, он ведёт его на концерт Освободив от оков Меняйся или жди звон оков Окей Так, ладно И он, типа Мы помним, что этот чувак был в одежде То есть, он такой, типа Раздевайся Сейчас ты попадёшь на Концерт группы Равана А, оу, оу Оу, он, типа, убил всех людей А как же они А, типа, бля, по злому Слушай, по злому Или чё? А почему люди живы? То есть, он зар... Что произошло? Я так не понял Ну-ка, секундочку Нет, раньше То есть, у него какой-то детонатор, да? Чтобы нажать кнопку Да, произошёл взрыв над головами людей Но мы видим, что люди продолжают качать То есть, не все взорвались, да? Кого-то конкретно взорвал И почему акцент на этой паре? Какой-то взрыв, который повлёк выброс крови Он, в общем-то, произошёл у кого-то из них Ну да, здесь он уже смеётся и веселится, типа Так Чё мне понравилось? Мне понравился первый образ Потому что он был внезапный Там и остальные это неплохие Но просто в контексте линии Линии клипа Они, блядь, бессмысленно выглядели Потому что они уже предсказуемые были Что дальше будет клип И завершение Мне понравилось, как панчлайн Но панчлайн, блядь, слабый Непонятно почему, чё, как Почему взрыв не убил всех Почему он выстрелил в него Тогда как, блядь Ну, короче Сука Короче, это нелогично, блядь Если, смотри Тебя освобождает Ты нормальный человек С нормальной ментальностью И представлением о морали Да? Что человека нельзя убивать Потому что это, ну, типа Мы альтруистические обезьяны Да? Убивать нельзя Ты видишь, как Что-то происходит Действие И ты управлятор реальности Да? То есть, соответственно Ты убил кого-то А тебе это не нравится Потому что ты, блядь, ну, морально связан Блядь, со своей головой Своими принципами И тебе, чувак, где-то постоит Естественно, ты в него выстрелишь То есть в этом нет никакого Сука панчлайна Это всё весьма предсказуемо и плоско Но идея нова Как мне кажется Портал Цикличность Вот неплохо Чё я хочу сказать Что нихуя Не докрученная идея Вот нихуя Сыровато Я понимаю, что это заёбанное говно Ну, блядь, Никита Ты же, блядь, там миллион выиграл На этом На Влогер по-флотски Мог бы вложить слоточку Не знаю Ну, короче, можно было сделать Задумка хорошая Реализация так себе Ниже среднего Но где-то я прям, да Где-то пару раз я Сказал Ммм, неплохо Чё там Кто делал Клаб Окей Квест Ну, я же угадал Это же Это квест-квест Это Ёб твою мать Чё, серьёзно Ладно Они рекламировали квесты Студия Капитан Дрейк Там, наверное, мастерили Сводили, да Чё ещё Оператор-постановщик Цветокор Миссюров Алексей Монтаж Что такое Неплохо Вот Алексей Я понимаю, что ты работал С достаточно сыром материалом Но хорошо Хорошо Мне понравилось Алексей Зелёный цвет Хороший Автор идеи Никита Никита Респект Идея неплохая Ассистент Ассистент По реквизиту Нихуя себе Всё Это уже шоу-бизнес Нихуя себе Блядь Почему я всё делал один Ебать Может мне этого не хватает Может меня на команду набрать Я не доверяю людям Вот чём беда Вот почему я делал один Коньяченко Работа с массов... Работа, блядь С массовкой Нихуя себе Я вообще сам всё объясняю Блядь Я что-то делал не так Андрей Чудов Художественный свет Ладно Сильно Бутафория Маски Вторая камера Ладно F VFX Вот эта вся история С спецэффектами Да не много было работы Так-то Один этот Чё, блядь Звуки Дальше Ну хотя нет Там были переходы Какие-то неплохие Кошка съеби Ну что ж Вернёмся к нашей Нашей беседе Мы отключаем Естественно Естественно Господа Мы отключаем Останавливаем Да Мы наверное будем Скоро уже Я сейчас дочитаю Вопросы Если не последует Блядь В донат Чат интересных Вопросов И тем Для обсуждения Лучших каких-то действий Я думаю Можно свалить А сейчас Мы продолжаем Так Да отвали ты уже Животня Привет Дима Хуйня-то в том Что люди Отписываются Не сами И это Нихуя Не чистка рядов Это Ютуб Не даёт Подписываться На тебя Я подписываю На тебя С шести Аков Проверяю Через один день Подписка Только с одного Ака Ну хуй знает Не только у меня Так Надеюсь На лучшее И да Не думай что Заливать На Реларин Не думай что Заливать на Реларин Реларин это Старый канал Кто не знает На нём Сто тысяч подписчиков Не знаю Я думаю что Этот канал Должен просто умереть А какого хуя Какого хуя Я должен уходить Я блять Не в общем-то Погонщик за хайпом Коля Собольф Я целостный человек Который в общем-то Представляет себя Ну Блять